Бдительность жительницы Самары Надежды Фёдоровны помогла ей не только сохранить сбережения, но ещё и поймать мошенников. Когда на домашний телефон поступил звонок и пенсионерки сообщили, что нужны деньги, чтобы помочь знакомой избежать наказания за ДТП, Надежда Фёдоровна сразу почувствовала неладное. Она сделала так, как в таких случаях советует вести себя полиция. Перезвонила знакомой с мобильного телефона и убедилась, что та в аварию не попадала. Надежда Фёдоровна пообещала звонившему отдать деньги и назначила встречу, на которую пригласила полицию. Злоумышленника задержали, но обычно самарцы верят мошенникам и отдают сбережения. В прошлом году в регионе было совершено свыше 6,5 тысяч таких преступлений. Самый активный вид мошенничества, который сейчас на территории Самарской области часто используют мошенники, это звонок с подменного номера, представляются сотрудниками банка, либо сотрудниками различных правоохранительных органов, и говорят, что с вашего счета либо оформляется незаконный кредит, либо списываются мошенниками деньги. Самарцев просят быть бдительными. Полиция и представители банков не звонят, чтобы предупредить об угрозе мошеннических действий. И тем более не просят назвать им данные банковской карты. О чем бы ни сообщал вам незнакомец, лучше повесить трубку. Позвонить в кредитное учреждение в случае, если задают вопросы относительно каких-то проблемных моментов с банковской картой, а если проблематика с родственниками, то бросив разговор, связаться с данными лицами, со своими родственниками. Еще одна популярная мошенническая схема связана с интернет-покупками. Под видом покупателя аферисты звонят или пишут продавцу и запрашивают данные карты, чтобы оплатить покупку. После чего списываются деньги. Данные карты могут оказаться у аферистов, если вы перейдете по незнакомой ссылке. Полиция призывает жителей региона быть бдительными, особенно когда речь касается действий в интернете. Александра Гусева, Игорь Казановский. События.